Добрый день! Рассказывайте, как решились на организацию такого мероприятия масштабного, как долго к этому шли? Шли 4 года, если, наверное, считать, время начала вынашивания вот этой идеи, потому что мы спринтерские гонки Федерации, Алтайская Федерация Ездового Спорта проводят с 2011 года. Это интересно, зрелищно, здорово, но мы мечтали о мид-дистанции, но это средняя дистанция, и начинается она от 30 километров, а там уже другие работают, другой механизм. Казалось бы, разница небольшая, да, вот какая разница, собачки те же, спортсмены, но принципиально иная философия, иная подготовка, иной уровень подготовки спортсменов и организации. Ну, то есть было над чем подумать, поэтому мы приглашали мастеров, специалистов вот в этой области, семинары проводили, искали партнеров. Наконец, как-то вот все сложилось. Спасибо, Бирюзова и Катуни, нас пригласили в шикарное место по рельефу. Места там, конечно, и вообще, в принципе, картинка какая. Да, да, то есть почему сейчас вот сети социальные взорваны, мы... Вашими фотографиями, да. Да, да, фотографии, уже готов небольшой фильм, там на 7 минут съемки там из квадрокоптера были и фото. Мы прям отвозили фотограф на горные точки, они снимали движение у пряжек, безумно интересно, это просто здорово. Вот, и... Как дома. Да, по-моему, везде как дома, и на трассе гоночной, и здесь. Вот, ну, подготовка за этим стояла очень большая. Алтай чем манит сейчас? Почему интерес такой вот от Москвы до Иркутска? Все обсуждают, Москва пишет так, мы уже считаем деньги, откладываем на следующий сезон, как к вам доехать. То есть хотят приехать уже к нам. Хотят приехать спортсмены, да. Ну, мы приглашали на эту гонку судью из Москвы, очень компетентного человека, это Алена Лаврова. У нее огромный опыт и стартов, и, ну, в принципе, если кто ее знает больше о издовом спорте, то не найди такого человека. С ней не то что работать рядом было, а просто вот находиться, хотелось все время включить диктофон и не выключать, настолько она там попутно, да, столько информации дала. Вот, и теперь она делится информацией, соответственно, там, в круге спортсменов по ту сторону Урала. Чтобы все узнали, что у нас такое происходит. Ну, да, просто эмоции-то зашкаливают. Она, когда мы ее вывезли в трассу, а судья должен принять трассу, да, и когда она прошла вот эта приемка трассы, просто надо было видеть человека. Да, 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 с огромным опытом, в том числе там и Хибины у нее позади, и Кавказ, и вот Алтай. То есть Алтай она оценила? Алтай – это легенда, это знак. Это, конечно, место силы. Да, это место силы, вот чем и манит, да. Сергей, ну расскажите теперь вы, как вам трасса, как вам впечатление от того, что вот позади было? Ну, впечатление, да, конечно, это последняя гонка горная, ну, последняя по части, а первая горная. То есть это третья она, как Юля говорила, всей спринтерской гонкой, где, в принципе, ну, по большому счету роль Каюра, то есть человек, который стоит в нартах, сводится большей частью к пилотированию, да, там скорости и большие, и пройти как можно быстрее дистанцию. Средние дистанции, которые начинают 30-40 километров и более, это, конечно, уже более трудовые дистанции. Там работаешь с собачками наравне, там же понятно, что любой старт – это много пота и работы, но средняя дистанция, особенно горная, это выворачивает тебя наизнанку, это уже втрое больше пота и работы, это подъемы, подъемы, спуски. На спусках опять не расслабишься, потому что там своя специфика, надо работать с тормозом, чтобы не сгармонить упряжку, чтобы потом не распутывать, они могут запутываться, то есть там постоянная-постоянная работа. В упряжке сколько собак? Ну, вот у нас было от 6 класс и до 10 собак, вот. Я был на 7 собаках. Да, 6-8 собак, ну, чтобы приблизительно равные условия были, и 8-10 собак. Ну, вот открылись у нас оба класса, это большая удача, потому что на спринтерских гонках у нас до 90 участников было, а здесь очень каждый вот мидер или средневик, вот тот, кто приготовил своих собак на среднюю дистанцию, это просто штучный тар, так сказать. Ну, потому что это, в принципе, сложнее, да? Ну, это очень сложно, это надо просто изрядное количество своих дней или часов в сутках посвящать тренировкам, а на это не каждый готов, поэтому у нас было, ну, мы даже не надеялись, что откроются оба класса, открылись, приехали спортсмены, у нас очень здорово по географии получилось участников, у нас Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Казахстан приехали, ну, понятно, что Алтайский край, Тамбийск и Барнаул приехали. Да, 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 очень интересная была гонка, очень интересные участники, не было случайных людей, потому что, как организатор, спортсмен за свое переживает, конечно. Да, 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 да. У нас был очень напряженный месяц перед гонками, а организатор за свое, потому что, если не готов участник, это будет проблема, да, снять с дистанции, ну, и вообще, дай бог, чтобы все было хорошо со здоровьем. Если не готовы собаки, то же самое, поэтому у нас очень квалифицированный ветеринар работает, и скорая дежурит, и вот такие были, конечно, переживания. То есть скорая есть и для собак, то есть все как контролируется? Обязательно, да, да, и ветеринар с аптечкой на готове. А то, я представила, что прям бригада дежурит, если что, да, то есть все серьезно. Да, 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 вот причем подстраховываешься еще и на случай каких-то, ну, если ветеринар, например, не располагает, скажем, сделать срочную операцию, то есть еще подстраховываешься звонком в клинику ближайшую, чтобы там дежурил стационарный врач. Это обязательно, это очень серьезно. На спринте, конечно, это не так актуально, а вот на средних, ну, очень, там нагрузки запредельные. Казалось бы, что 40 километров, да это, ну, в тренировке-то нормально проходит. Да, ну, 41 на гонке, но горное, горный рельеф, да, вот чем интересно, и чем народ-то почему обсуждает так бурно, и сами спортсмены в первую очередь, потому что перепад высот огромный, 600 метров, это очень много для прохождения, для упряжек. Общий набор высоты полтора километра, ну, это тоже для собачьих упряжек, для лыжников, которые идут вот на потяге, да, вот с собакой и работают в таком тандеме. Ну, это вообще, как они прошли, бедные, как они это преодолели. А где вы готовились? Тоже в Горо выезжали? Здесь, у себя, в полях, мы живем в Солнечном, вот там вдоль дороги, если представляете, вдоль бийской трассы, там вот в полях вот приходилось всякое там, и по снегу. Вот там тоже, кстати, интересный вопрос, там подготовка тоже немножко другая, нежели к спринтам. Там в основном скорость, а здесь как раз и нагрузки, и тут во главу угла становится выносливо собака, поэтому по пухлячку, по сложным трассам, там уже скорость может быть важна, но уходит на второй план, главное собакам пройти такую сложную трассу. Вот, ну, у нас, слава богу, опыт был, ну, про спринтерский мы молчим, у нас там побед тоже достаточно, но уже в средней дистанции, говорю, у нас уже третья гонка, ну, у нас и третье первое место. Первые гонки мы начинали в Новосибирске на 40 километров, на Эле третий кубок, на 40 километров мы были в 16-м году первые, на 25, в 17-м году мы пошли на 25 километров, потому что просто не хватило у нас шестой собачки, там девочки, ну, специфика, не могли идти, мы пошли на 25 километров, были первые в Новосибирске же, и вот впервые мы сами провели, но здесь на сегодняшний день, наверное, у нас самый ценный кубок, мы прошли всю эту сложную трассу быстрее всех, за 3 часа 30 минут, 30 секунд, уже интересно такое время, то есть мы пришли, в упряжке было 7 собак, кроме Наэля, 6 собак, кроме Наэля 7, то есть, ну, и мы прошли больше, быстрее, чем 10 собак. Да, то есть с меньшим количеством собак. То есть даже вот это все равно, тем не менее, ну, а что касается Наэля, сколько лет собачке? 5 лет. 5 лет. Это для собаки-спортсмена в какой возраст? То есть примерно же есть там, допустим, у людей-спортсменов, да и у собак, то есть рассвет, ждать еще можно многого. Да, мы еще надеемся, что он ни одну трассу пробежит своими лапами. Вы уже задумали что-то еще интересное такое? Может быть, летом будет что-то? Да, мы еще до лета дожить надо, у нас 3, 4 и 5 есть наше любимое мероприятие, марта, да, марта, поход, горный поход. Мы регулярно, вот наша Алтайская Федерация проводит поход, но это без судей, без секундомеров, это просто наслаждение. Это для себя чисто, да? Да, 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 несколько семей таких собирается, там бывает Новосибирск, ну, тоже Алтайский край, и мы идем, ну, вот у нас были походы на Мультинские озера, по Телецкому озеру, на Семинский перевал, и вот сейчас идем на Бабырган. Посмотрим там, сколько пройдем, ну, тоже гора знаковая, интересная, такая порубежная, ну, вот посмотрим, так что у нас мы только еще отчет по гонке успели сдать, и теперь готовим поход. Мы озабочены поиском партнеров, потому что помимо, например, Алтая и красот, и трасс интересных, гонщикам московским, питерским интересные призы, поэтому там есть над чем работать, мы уже сейчас планируем, потому что следующая гонка будет двухдневная, скорее всего, дай бог мы это вывезем. Вот так, это уже серьезно. Этапная, да, это еще новый скачок в уровне, и новый виток в развитии издового спорта и на Алтае, и в Сибири. Отлично, спасибо вам огромное за интервью, вам удачи, ждем от вас новых успехов, новых побед. С нами были сегодня в студии Наэль, Юлия и Сергей Бочарниковы. До встречи в эфире.